МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Вещаем по-новому. Россия переходит в новый формат телевещания. Есть все шансы, что Приморский край войдет в регион в первую очередь отвлечения на аналоговое вещание. Быстрое трудоустройство. Приморский центр занятости населения организовал экспресс-биржу труда для тех, кому работа нужна прямо сейчас. О том, как прошла экспресс-биржа труда, расскажу я, Катерина Матвеева. Попробуй на себе. В новой серии проекта ведущая восьмого канала освоила новую специальность и стала звездой салона обуви. В общем, знаете, говорить в камеру намного легче, например, для меня. Я останусь при своей профессии. Ну а в следующий раз, может, попробую себя в другом амплуа. Также в выпуске 20 междугородних автобусных рейсов отменили в среду в Приморье после снегопада. И еще расскажем, расчистка русел рек начнется в Приморском крае в ближайшее время. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Закрывать на карантин школы и детские сады начали во Владивостоке в связи со вспышкой пневмонии. Так, на 10 дней полностью закрыт 41-й лицей на улице Воропаева. В садах номер 28 и 141 закрыты по одной группе, а в 69-й школе один класс. Остальные школы работают в обычном режиме, однако многие классы наполовину пустые, дети на больничном. По словам родителей, у детей поднимается температура, которая не сбивается обычными жаропонижающими средствами. В краевой детской больнице закупают дополнительные койки. Также детей с пневмонией госпитализируют в инфекционное отделение клинической больницы номер 2 и в детскую городскую больницу. Специалисты отмечают, по сравнению с предыдущими годами, в октябре и ноябре 2018-го действительно отмечается превышение уровня заболеваемости пневмонией. Врачи предупреждают родителей, если ребенок заболел, срочно обращайтесь к врачу, ведь самолечение может привести даже к летальному исходу. Ни в коем случае не стоит отправлять больного ребенка в школу, так вы подвергаете риску других детей. Первые симптомы – пневмония, температура, насморк, кашель, слабость, сонливость. При их возникновении в первую очередь необходимо обратиться на осмотр к педиатру. Он определит тактику и лечение, и обследование. Пожар возник в строящемся здании по улице Фонтанной во Владивостоке. Спустя пять минут после сообщения о возгорании на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Горели стройматериалы. По информации МЧС, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал. Как удалось установить, причиной пожара строящегося жилого комплекса стало нарушение правил техники безопасности при работе с тепловыми пушками при выполнении кровельных работ на территории внутреннего двора. По предварительной оценке, ущерба зданию нанесено не было. С огнем боролись 17 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания в пределах 15 минут. 20 междугородных автобусных рейсов отменили в среду в Приморье после снегопада. Накануне, по данным синоптиков, атмосферный фронт вызвал в большинстве районов края снег, местами мокрый, при этом резко похолодало. Во Владивостоке выпал небольшой снег, отмечается гололед, были отменены рейсы в Артем, находку Уссуриск, Большой Камень, Спаск и по другим направлениям. Во Владивостоке автобусы номер один, которые ходят за город по федеральной трассе, в среду сократили маршрут до остановки Седанка из-за гололеда. Остальной общественный транспорт в городе работает в обычном режиме. На линию вышли 593 автобуса, 12 трамваев и 8 троллейбусов. Власти города отмечают, дорожные службы приступили к обработке дорог реагентами сразу после начала снегопада. В очистке дорог Владивостока были задействованы около сотни машин. Перед снегопадом трассы обрабатывали жидким противогололедным реагентом, а уже во время осадков посыпали пескосолевой смесью. В первую очередь работы были проведены на трассе Седанка-Патрокол и улице Маковского в районе Седанки. Напомним, в этом году в Приморье за счет средств краевого бюджета закупили более 100 новых единиц техники для уборки дорог в зимний период. В их число вошли 30 комбинированно-дорожных машин, 30 тракторов-щеток, погрузчики и прочая спецтехника. Новая техника равномерно распределена во все районы края. К другим темам. Приморье готово к переходу с аналогового вещания на цифровое. Об этом заявили представители местного отделения российской телевизионной и радиовещательной сети. Приморский край полностью избавится от старого формата одним из первых среди субъектов страны. О том, а как главное, когда это произойдет, расскажет мой коллега Максим Яковлев. 21 ноября в мире отмечают День телевидения. Эта технология спустя многие годы после изобретения все еще остается самым влиятельным средством массовой информации. Но чтобы выживать в современном мире, этой сфере приходится развиваться. Поэтому вся Россия сегодня активно готовится к большому и важному шагу – переходу с аналогового на цифровое вещание. Приморье – не исключение. Избавиться от старых стандартов наш край уже готов. Так как Приморский край был регионом первой очереди строительства, то есть цифровое телевидение там появилось, скажем так, намного раньше, чем в других регионах. Это, напомню, 2011 год. И информационная кампания там ведется тоже уже на протяжении шести лет. Есть все шансы, что Приморский край войдет в регион в первой очереди отключения аналогового вещания. Новый формат телевещания появится по всей стране уже к лету 2019 года. Но некоторые регионы, такие как Приморский край, готовы к переходу уже этой зимой. Происходить это будет постепенно. Уже сейчас специалисты информируют население об этих новшествах. Правда, у людей, особенно живущих в отдаленных селах и деревнях, ожидаемо есть опасения вовсе потерять телевидение. Здесь все вещание держится на обычных антеннах и на стареньких телевизорах. Таких зрителей к 2018 году осталось немного, но они есть. Весьма приблизительные данные об этом, они гласят о том, что эта цифра очень мала и никакого существенного влияния на переход на цифру не окажет. Но понятное дело, что каждый житель, это для нас, кажется, что это мало людей. А для каждого из них это целое событие, будет отключение вещания. Чтобы перейти на цифру, некоторым понадобятся специальные приставки, а жителям глубинки и вовсе целые спутниковые наборы. Самые дешевые телеприставки обойдутся в сумму около тысячи рублей. Спутниковое оборудование будет дороже – около пяти-шести тысяч. Некоторым жителям эти затраты возместят. Еще летом был разработан законопроект. Мы его согласовали с Министерством финансов. И 28 ноября на нашем законодательном собрании будет рассматривать этот законопроект, который предусматривает компенсацию. Такая компенсация будет предоставляться пенсионерам, малоимущим, одинокопроживающим гражданам, многодетным семьям и малоимущим семьям. Узнать подробнее, затронет ли вас переход с аналогового вещания на цифровое, а также что делать в таком случае можно по горячей телефонной линии. Местным специалистам РТРС сейчас очень важна статистика и информация о пользователях аналогового вещания. Они отмечают, что пока полноценный переход на цифру в Приморье назначен на январь месяц. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Выполнение наказов избирателей – приоритетное направление работы депутатов законодательного собрания края. Игорь Чемерис побывал в своем округе в поселке Трудовое, выслушал пожелания жителей, а также проверил ход исполнения предыдущих. Вместе с парламентарием на его округе побывала и наша съемочная группа. Я вчера говорю, вы их как-то сравняете, сделаете в нормальном состоянии, потому что здесь ходят люди. К этой картине депутат на объекте жители поселка Трудовое привыкли. Игорь Чемерис наведывается сюда регулярно и отличается взыскательностью. Если делать работу, то качественно. Или переделывать за свой счет. Нынешней рабочей поездке не помешал первый снег и гололед. Сегодня необходимо осмотреть несколько проблемных точек. Первая часть маршрута – проезжая часть на улице Порт-Артурской. Ее отремонтировали в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Честно говоря, с одной стороны радует то, что у нас уже практически весь объем уже выполнен по дорогам, но есть некоторые шероховатости, которые, на мой взгляд, очень серьезные. Сделали хороший ремонт дороги. С одной стороны. С одной стороны положили бордюры, с другой стороны не подсыпали совершенно у нас обочину, не оборудованную. Я считаю, это неправильно. И мы в этом отношении будем обсуждать с временно исполняющим главы города и с технадзором, который принимал эту дорогу. Еще одно серьезное нарекание со стороны Игоря Чемериса – возле автобусной остановки отсутствует пешеходный переход. Это опасно, и депутат совершенно прав. Здесь уже случалось происшествие со смертельным исходом. Это уже не первый случай ДТП. Я считаю, что власть просто обязана принимать не просто уже превентивные меры, а она уже обязана реагировать на то, что уже происходит по факту. Что может быть страшнее гибели человека. Поэтому мы обязаны здесь довести эту ситуацию до логического завершения, обязать оборудовать здесь пешеходный переход. Следующая точка маршрута по адресу Лермонтова, 79. Здесь недавно произведен капитальный ремонт фасада дома. Однако неотделанными остались торцы. Из-за этого угловые квартиры по-прежнему промерзают. Кроме того, состояние придомовой территории оставляет желать лучшего. У нас невозможно даже просто перейти. Традуарчик, вот дальше нет традуара, где стоят машины. Только вот здесь сделали, и то сделали вот недавно его бордюрчики. Напротив детская площадка. Ребенок выскакивает из подъезда, но даже не ребенок. Лично я сама раза два, от вас постранитесь, чуть не попадала под машину. Выполнение наказов избирателей – главное в работе депутата. Трудовое всегда оставалось окраиной Владивостока. Отношение к нему у властей было по остаточному принципу. Так, на Лермонтово-64 долгие годы из-за перепадов уровня асфальта подвалы заливало водой. Но по требованию Игоря Чемериса, депутата от округа, нынешним летом двор выровняли, а для детей поставили площадку. Приятно, говорит Игорь Чемерис, слышать не только о проблемах, но и предложения, как сделать родной двор и микрорайон комфортнее. Он тут же берет на карандаш новые пожелания жильцов подсыпать площадку гравием, а также устроить в старом бомбоубежище детский спортивный зал. Общественности краевой депутат действительно преобразили поселок. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Расчистка русел рек начнется в Приморье в ближайшее время. Работы планируют завершить в течение месяца. Об этом стало известно во время встречи в Рио губернатора края Олега Кожемяка с жителями Тернейского района. Один из вопросов касался защиты населенных пунктов от наводнений. Руководитель края сообщил, что по его поручению готовится распоряжение о введении режима ЧАЭС в 19 муниципалитетах Приморья, которые пострадали от наводнений. Это позволит приступить к расчистке и дноглублению рек. У нас по многим районам еще существует режим ЧАЭС, и многие работы не выполнены в части и очистки русел рек, и углубления рек. Безусловно, весенние паводки могут привести опять же к тем последствиям, которые были здесь и августовские, и до этого были. Поэтому сейчас самое время. То есть берега окрепли, речки мелкие. Можно производить работы, поэтому будет решение ЧАЭС на этой неделе. Телефонограммами разосланы порядок работ с тем, что муниципальное образование у себя, те пострадавшие районы, 19 районов, где были паводки, вводили тоже режимы соответствующие и приступали к очистке русел рек, к дону углублению. То есть тем, чтобы и наносные деревья, и другие материалы отмели, те, которые есть, косы, которые понамыло за лето, были расчищены. То есть мы со своей стороны будем оплачивать эти работы уже в декабре по выставленным формам. Организации у них по режиму чрезвычайной ситуации прописаны для этих работ. Поэтому во всех муниципальных образованиях, где был режим чрезвычайной ситуации, где была ситуация с наводнением, должны приступить к этой работе. Мы уже будем смотреть и контролировать, как и выполнять, с тем, чтобы весной не было повторения августовских ситуаций с разливом из русел рек. От чего это происходило? От того, что не чищены реки, от того, что не занимались дону углублением в том числе. Таким образом, в муниципалитетах расчистят русло и дно рек, уберут нанесенный мусор и растительность. Соответствующие инструкции и рекомендации направят в муниципалитеты. Работы оплатят из краевого бюджета на основе предоставленных документов, а качество проконтролируют. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Быстрое трудоустройство. Приморский центр занятости населения провел экспресс-биржу труда для населения. Фестиваль «Дальневосточная рыба» впервые пройдет в Приморье. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Быстрое трудоустройство. Приморский центр занятости населения провел экспресс-биржу труда для населения. Фестиваль «Дальневосточная рыба» впервые пройдет в Приморье. Приморский центр занятости населения провел экспресс-биржу труда для жителей края. Проект, предполагающий быстрое трудоустройство, начал работать в крае только с начала этого года, но уже снискал немало поклонников. Даже несмотря на прошедший снегопад, соискатели добрались до здания центра занятости, а некоторые смогли найти работу. На бирже труда побывал и наш корреспондент Екатерина Матвеева. Пара минут и вы трудоустроены. Реально ли? Вполне. Формат экспресс-биржи направлен на поддержку самых нуждающихся в заработке соискателей и призван упростить регламентацию процесса трудоустройства. К участию здесь приглашают безработных без квалификации, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки. Человек, соискатель может прийти, побеседовать и заключить, возможно, это будет досрочный договор, работы по срочному договору. Некоторые работодатели предлагают также на постоянную работу. Конечно, работу мечты здесь, может быть, и не найдешь, но список вакансий довольно внушительный. В основном требуются менеджеры по продажам, разнорабочие на стройку, клининг-менеджеры, курьеры. В общем, представлены сферы, где традиционно наблюдается текучка кадров, а также практикуется сдельная оплата труда. Не все, конечно, пойдут по объявлениям на фарпосте, допустим, не все могут заглянуть в интернет или еще куда-то. А на биржу труда, думаю, обращаются. Вот сегодня с утра были люди, какой-то отчаявшийся человек, который говорит, я не знаю, что делать, куда уже пойти. Вот пришел сюда, возьмите, вот куда. Рынок, он еще очень даже свободен в плане страхования. И количества агентов нам, конечно же, не хватает. Поэтому мы страховых агентов принимаем постоянно, мы их обучаем. Обучение у нас бесплатно. Соискатели могут надеяться на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей. Это в среднем. Есть и позиции с более высоким окладом. Но и требования здесь выше, что подойдет далеко не каждому. Я сейчас в вырубный порт устроился, разнорабочим. Ну, в пятницу позвонить, сказали выйти на работу. Пока взяли разнорабочим. А там дальше, ну, я с Трополем перейду с Тропольщиком. Проект, который запустили в Приморье только в этом году, позволяет сжатые сроки рассмотреть запросы безработных и работодателей. С начала года состоялось уже 9 подобных мероприятий. В рамках экспресс-биржи порядка 50 человек было приглашено на повторное собеседование. И половина из них была успешно трудоустроена. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. К слову, новую работу и не по специальности нашли и наши журналисты. Главной героиней проекта «Попробуй на себе», который Восьмой канал реализует совместно с Риа Влад Ньюс, на этот раз стала моя коллега Алина Кузина. Она попробовала подобрать обувь к зиме, правда, не себе. На один день ведущая проекта «Про всё» стала продавцом-консультантом в обувном центре. За рабочим процессом следил Дмитрий Беломестнов. Холодный ноябрь уже вовсю правит во Владивостоке. Время позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле. Героиня нового эпизода «Попробуй на себе» телеведущая Алина Кузина спешит в главный обувной центр Приморской столицы «Манера». Вот правда, на этот раз ведущая программы «Про всё» не купит себе новые сапоги. Ей предстоит стать сотрудником центра и самой продавать обувь. Привет, Алина, меня зовут Василина, сегодня ты попробуешь себя в роли продавца-консультанта, и в этом я тебе помогу. Отлично, я так понимаю, это мой бейджик. Ну, для меня это новый опыт, такого в моей жизни никогда не было, но кто знает, мало ли вдруг когда-нибудь пригодится. Так что, давай начинать. Попробуем. Первым делом сотрудник должен обеспечить покупателю сервис. Василина провела инструктаж. Опыта продавца у Алины нет, поэтому телеведущая внимательно к указаниям наставницы. Последний штрих для перевоплощения в роль – гостеприимная улыбка и фирменный бейдж. Я ж теперь Алина. Алина продавец-консультант. Между прочим, вот Алина, всё как положено. Ну что ж, теперь наша героиня на шаг ближе к своей миссии – помочь найти обувь вашей мечты. Знакомство с сервисом Карла по золи не завершено. Алина узнала несколько правил – встречать гостей, не забывая поздороваться и находиться всё время в зале. Ну смотри, у нас есть реальные покупатели, насколько я понимаю. Давай, давай, мы на них порепетируем. Ну с ними уже работают, но мы можем посмотреть и помочь в этом. Алина сходу захотела попробовать себя в деле, однако важно помнить – спешить не стоит. Сначала теория. Вот у меня сразу вопрос. Я продавец-консультант, подходит человек. Что я должна делать? Я должна сразу бежать к нему, стремиться помочь, как можно скорее сунуть различную обувь? Или же я должна быть в стороне? Ты должна в стороне смотреть, наблюдать. И если ты видишь, что человек нуждается в твоей помощи, ты к нему подходишь. Василина на примере показала, как представить и подобрать обувь покупателю. А также провела Алину на склад, где рассказала, как ориентироваться в ассортименте. Изначально в представлении телеведущей склад – место с кучей коробок. Однако и здесь свои правила и порядок. Далее знакомство с работой кассы. Василина объяснила, что прежде чем отдать обувь в руки, следует правильно упаковать товар. Также прилагается памятка по уходу и оформляется гарантия на 30 дней. То есть если у меня отвелся каблук в течение 30 дней, то я могу спокойно сдать обувь? Да, ты можешь обратиться к нам в магазин. И вы ее обменяете? Нет, мы сделаем экспертизу и потом только примем решение. Если экспертиза покажет, что это производственный брак, то мы сделаем возврат. Хорошо, ну да, такой приятный бонус. Далее знакомство со сканером, штрих-кодом и компьютером. Важно запомнить механизм работы, чтобы не допустить ошибок. У меня у дочки есть такая касса игрушечная. Я сейчас буду играться по-настоящему. Пожалуйста, по штрих-коду пробивай. Штрих-код тут? Да. О, классно получилось. Теперь последние инструкции по работе с клиентом. Из-за кассы вручать товар нельзя. Нужно обязательно выйти. А вот хочется теперь найти настоящего покупателя. Я думаю, сейчас к нам кто-нибудь зайдет. Тем временем первый потенциальный покупатель найден. Добрый день. Здрасте. Вам, может быть, чем-то поможет что-то подсказать, что ищете? Да, вы знаете, мне на зиму нужны ботинки. Без каблука. Тепленькие, чтобы не гулять с мочком. Алина уже ориентируется в брендах в ассортименте бутика, при этом старается следовать наказам Василины. А это из прошлой коллекции, да? То есть, получается, это не этот сезон? Этот. Этот. Наверное. Вы знаете, я думаю, что этот. Ну, в любом случае, давайте вы примерите. Если они вам понравятся, то... Они идут со скидкой или без? Да, конечно. Видите, изначально стоимость 16 тысяч 400. Наша героиня с легкостью вжилась в роль продавца-консультанта. И вот покупатель уже примеряет обувь, подобранную Алиной. Что ж, первая попытка оказалась не совсем удачной. Наталья решила повременить с покупкой. Я хотя бы уже помогла человеку примерить обувь. Мы ее еще не купили, но уже примерили. Что у Алина не так уж и просто продавать обувь. А наша телеведущая, между тем, купается в лучах славы. Мне кажется, я как-то попадала на ваши программы. Да, да, наверное. Возможно. Вы просто выглядите как модель, как ведущая, поэтому я с чем даже не поняла. Ну, моя основная профессия, собственно, другая. А, да? Юрист? Нет, телевидение. Интересно узнать, как восприняла первую попытку продажи сама Алина. Понимаете, подходит человек, и он думает, что ты разбираешься в этом мире обуви очень хорошо. А ты вообще ничего не понимаешь. С стажером действительно сложно, я прям в этом уверена. Теперь разбор полетов от Василины. Опытный продавец-консультант указала телеведущей на ее ошибки, а также начала знакомство с ассортиментом, который, к слову, богат и разнообразен. Здесь собраны эксклюзивные и современные бренды обуви для выражения индивидуального стиля, образа жизни или настроения. Здесь себя порадуют как мужчины, так и женщины. Представлены и зима, и демисезон. А также действуют скидки до 50% на коллекции прошлого года. Поэтому Алине предстоит запомнить очень много информации и не запутаться во всем этом многообразии. Вот эта цена зачеркнутая, да, ну вот, например, здесь 12 тысяч, а стоили эти красивые ботиночки сейчас 6 тысяч. Вот эта вот цена, которая изначально зачеркнутая, она реальная? Да, действительно. Или же она завышена, ну, дабы скидка оказалась такой существенной? Нет, она не завышена, это первоначальная цена, модель с прошлого сезона, поэтому скидка на нее 50%. Приятным удивлением стало наличие классических туфель на шпильке, которые можно приобрести на приближающиеся новогодние праздники, корпоративы, свидания или же на свадьбу. В Таиланд, например, в туфлях красных, по пляжу, как любят русские женщины, красная помада, красный купальник и красные туфли. Последнее указание и объяснение Алина получила, закрепила результат практикой на определение наличия товара по компьютеру. Ну что, у меня уже становится все более или менее понятно. Покупатели, где вы? Клиент уже в зале и, похоже, что готов совершить покупку. Добрый день. Здравствуйте. Я смотрю, вы себе выбрали, да, уже интересующую модель. Да, отлично. Можно, пожалуйста, второй? Видно, уже второй. Второй. Отлично. Так быстро, так тоже бывает. Давайте второй. Алина не растерялась и быстро среагировала на просьбу. Все-таки главная цель – продать товар. И это вот-вот произойдет. Красивые. Мне нравятся. Телеведущая не забыла и про общение с покупателем и всячески пыталась продать модель обуви. Это зима и еще плюс ко всему на них 50% скидочка. Это замечательно. Приятный бонус для вас. И вот он, успех. Клиент готов совершить покупку. Алина быстрее, пока девушка не передумала. Представляете, я иду на кассу. Правда, сейчас мне нужно еще там разобраться и все правильно сделать. Под чутким контролем Василины телеведущая правильно упаковала обувь, не забыла и про памятку по уходу. Дождались клиента и теперь Алине нужно сделать самое сложное. Сначала пикнуть. Пошли в подок? Да, мы просто, понимаете, примеряем на себя профессию. Я по своей профессии телеведущая, но сегодня я продаю вам обувь. Поэтому вы, пожалуйста, не судите строго. Как-то так. Ну, давай, пикай. Отлично. Так, с вас 10 140 рублей. Деньги в кассе, сдача у клиента. Алина распечатывает чек. Держите ваш чек. Прикрепляем к памятке. Я хотела сказать, держите ваш чек и до свидания. Ну, нет. Эх, Алина, чек нужно прикрепить к памятке и только тогда вручать покупателю. В завершение укладываем товар, фирменный пакет и отдаем клиенту обувь. Ну что ж, с задачей справилась, миссия выполнена. Деньги в кассе, обувь продана. Это действительно сложно. Нет, я, конечно, понимаю, что когда продавец-консультант уже год в своей профессии, два, то он уже ко всему привыкает. Но поначалу разобраться в этом алгоритме, это действительно очень сложно. А еще при всем при этом ты ведь должен показаться настоящим профессионалом для своего покупателя. В общем, знаете, говорить в камеру намного легче, например, для меня. Я останусь при своей профессии. Ну, а в следующий раз, может быть, попробую себя в другом амплуа. Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Фестиваль «Дальневосточная рыба» впервые пройдет в Приморье по инициативе главы региона Олега Кожемяка. В рамках мероприятия в субботу, 24 ноября, на Центральной площади Владивостока будут угощать ухой продавать рыбу и морепродукты. Как сообщили в Департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, гости фестиваля смогут приобрести качественную рыбу непосредственно у производителя по доступной цене. Также в рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы. Желающие смогут попробовать рыбацкую уху. И к новостям спорта. Любители фехтования со всего Приморья встретились во Владивостоке. Открытые массовые соревнования выявили сильнейших и готовых представить сборную края на выездных турнирах. Своими силами фехтовальщики мерились на шпагах и рапирах. Подробнее о зрелищных поединках расскажет Максим Яковлев. Открытый чемпионат Владивостока по фехтованию ежегодно обходится не только местными спортсменами. Сюда с удовольствием за важным опытом приезжают ребята из Находки, Артема и даже Хабаровска. В этот раз дальневосточная столица до нас не добралась, поэтому соревнования получились сугубо приморские. Но даже при таком статусе поединки собрали несколько десятков фехтовальщиков. Спортсмены будут отбираться, будет сборная Дальневосточного федерального округа, сначала Приморского края и Дальневосточного федерального округа. Также на таких соревнованиях можно получить победы, которые потом для присвоения спортивных разрядов. То есть там первый, второй, взрослый разряд и далее. Спортсмены традиционно показывали свои навыки владения рапирой и шпагой. Третий основной подтип фехтования на саблях в Приморье, увы, сегодня не популярен. Местные поединки получаются довольно зрелищными, а все потому, что каждый второй участник имеет за плечами уже немалый опыт даже на всероссийских турнирах. До этого участвовала им довольно много раз. Недавно мы ездили в Москву на два соревнования. Как там себя показываешь? Можно было лучше, но для Приморского края вполне нормально. Спортсмены сражались сначала в своих группах, затем на вылет по олимпийской системе. Большая часть фехтовальщиков видят друг друга довольно часто, многие активно дружат. Но, как говорят сами спортсмены, несмотря на знакомство с соперником, элемент неожиданности, который и так важен в этом виде спорта, все равно остается. Люди тренируются, они не сидят на лавочке, не смотрят телевизор, они всегда стремлятся тебя выиграть, сделать так, чтобы ты оказался чуть ли не на последнем месте. И поэтому все по-новой получается. В целом все практически одно и то же, но всегда к каждому спортсмену подходишь по-новому. Что сейчас, что через неделю, оно всегда по-разному. Сезон фехтования во Владивостоке начался еще в сентябре. Сейчас этакая золотая середина. Впереди еще немало важных турниров, ближайший из которых будет посвящен Новому году. А уже в 2019-м наши профессионалы на шпагах и рапирах попробуют себя на выездных состязаниях. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Из-за вспышки пневмонии начали закрывать на карантин школы и детские сады во Владивостоке. Специалисты отмечают превышение уровня заболеваемости по сравнению с предыдущими годами. Пожар возник в строящемся здании по улице Фонтанной во Владивостоке из-за нарушения правил техники безопасности при работе с тепловыми пушками. Пострадавших нет, возгорание ликвидировали в пределах 15 минут. Вещаем по-новому. Россия переходит в новый формат телевещания. Приморье полностью избавится от старого формата одним из первых среди субъектов страны. Расчистка русел рек начнется в Приморском крае в ближайшее время. Особое внимание уделят наиболее опасным участкам. Работы оплатят из краевого бюджета на основе предоставленных документов. А качество проконтролируют. Фестиваль «Дальневосточная рыба» впервые пройдет в Приморье по инициативе в Рио губернатора Олега Кожемяка. На центральной площади Владивостока будут угощать ухой, продавать рыбу и морепродукты. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное, Владивосток. Хорошая новость для приморцев. В приграничном регионе и в самом деле может стать спокойнее. Северная Корея выполнила достигнутые с Сеулом договоренности по снижению мер напряженности и во вторник, 20 ноября, ликвидировала 10 передовых блокпостов, расположенных на межкорейской границе. В дальнейшем ожидается, что обе Кореи полностью уничтожат все укрепления на границе, действительно превратив ее в зону мира. Всего же с южнокорейской стороны насчитывается 60, а с северокорейской – 160 укрепленных пунктов. Укрепления были уничтожены путем подрывов, что в некоторых случаях со стороны выглядело весьма эффектно. Обломки взлетали на высоту до полусотни метров, а от мощных укреплений остались лишь глубокие воронки. Как это выглядело, предлагаем посмотреть прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на восьмом.